Это начало мусорной реформы прошел год. В законодательном собрании края сегодня начали подводить промежуточные итоги по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. И результаты неоднозначные. Проблем пока больше, чем успехов, заявили парламентарии. По их мнению, в крае хоть и уменьшилось количество несанкционированных свалок, но так и не появилась четкая технология вывоза мусора и промышленности по переработке отходов. А с 1 января Минэкология края приняла постановление, которое ощутимо увеличило нормативы накопления отходов для юридических лиц. Депутаты намерены пересмотреть это постановление и учесть мнение всех сторон и местной власти, и федеральной, органов местного самоуправления, регоператоров и, наконец, получателя услуг. Из вынужденных бюджетных трат этого года до закупка баков и организация площадок временного накопления. Есть и плюсы. Удалось в четыре раза увеличить суммы на эти цели. Будет выделено почти 200 миллионов рублей, правда, и заявок уже на 800 миллионов. Продолжится и встреча с жителями, чтобы заявки по объемам вывоза были обоснованы. Так, один только Емельяновский район попросил 3000 баков, хотя регоператор заверил, хватит и 1200. Продолжится и поиск регоператоров для районов, которые так и не перешли на новую мусорную систему. Есть большие проблемы, потому что наша региональная программа, которая по обращению с такого рассчитана до 35-го года, предусматривает строительство сортировок, переработки. Сейчас новая территориальная схема, где фактически многие эти объекты исключены. По той причине, потому что изменилось и федеральное законодательство, появился национальный оператор. Винить всех нельзя. Есть плюсы, в том числе и в деятельности нашей. Когда мы обращались в Государственную Думу, в федеральное собрание, говорили о том, что к реформе не готово, давайте мы перенесем. Мы фактически реформу начали в городах, в районных центрах.